Всем привет! Сегодня среда, вы на канале Бегущего Банкира, я Валентина Хамерис. Опираясь на свой опыт, хочу, что у меня сейчас закроются глаза, и я усну просто здесь в кадре. И да, мы будем опять говорить о беременности. Как понять свою беременную жену? Проснулся и сразу блевать. Мне нужно было родить шестерых, ну пока только пять, чтобы он наконец-то понял и в принципе очень лояльно относился ко всему, что происходит. Такие приливы и желания, что я могла сидеть и думать, где этот Андрей, но когда он приедет, ну как же мне он надо. Да, я просто не даю ему сейчас спать ночью, я ему бужу. Все не так, все плохо, все раздражают. Он мило улыбается и говорит, ты у меня самая хорошая, я тебя люблю. Ну ладно, ты тут засыпай как-то. Сейчас, вот сейчас я спущусь вниз. Я настроилась, что нужно спуститься вниз. А я пока доходила к двери, я об этом забывала. Вот это состояние первого триместра. Всем привет, сегодня среда, вы на канале Бегущего Банкира, я Валентина Хамек. И сегодня мой день. И да, мы будем опять говорить о беременности. Ну потому что это логично, у меня 38-я неделя, и когда говорить о беременности, как не тогда, когда ты в принципе сама беременна. Думаю, вряд ли вы мне будете верить, когда я буду спортивно, стройно и красиво рассказывать, как это ходить было с животом, ожидая четвертого ребенка. Поэтому сегодня мы как раз разберем тему, как понять свою беременную жену. Буду, как обычно, обосновываться на своем опыте. Я на 38-й неделе, я наконец-то в уставшем состоянии. Об этом выдает мой немного распухший нос от насморка и от беременности, наверное. Мой охрипший голос, и кто-то, наверное, скажет, ну вот, наконец-то она перестала носиться, она уже села и ведет себя как беременная. Да, 38-я неделя, она в принципе такая, когда ты уже уставший, тебе тяжело просыпаться утром, тебе тяжело даже просыпаться после того, как ты должна была отдохнуть, но отдыхать у тебя особенно не получается. И такими будут следующие, ну, у кого две недели, у кого три, может даже четыре, потому что первого своего ребенка я носила до 41-й недели, и ровно на 41-й я родила. Так вот, как понять свою беременную жену? Это особенно трудно, если вы ждете, например, первого, это трудно, когда вы ждете второго ребенка. Это не всегда и не всем удается, даже когда вы ждете третьего человека, как-то вам сказать, третьего ребенка в семье. Я могу сказать, что вот Андрей, в принципе, ждет своего шестого, наш общий четвертый, а своего шестого, мне кажется, что вот эту беременность он как-то прочувствовал. Первый раз, понимаете, первый раз, ему нужно было родить шестерых, ну, пока только пять, шестого еще в процессе, чтобы он наконец-то понял и, в принципе, очень лояльно относился ко всему, что происходит. Да, я просто не даю ему сейчас спать ночью, я его бужу, я кручусь, у меня все чешется. Я, наверное, из всех чувств, которые могу только сейчас вызывать, это жалость. Он мило улыбается и говорит, ты у меня самая хорошая, я тебя люблю. И это, конечно, безумно приятно. Как вам научиться понимать свою беременную жену? Опираясь на свой опыт, ты хоть чувствуешь, у меня сейчас закроются глаза, и я усну просто здесь в кадре. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что когда я ждала девочек, это были одни ощущения. Когда я была беременна мальчиками, и я сейчас беременна мальчиком, это совсем другие эмоции и ощущения. Это все, конечно, субъективно, но я думаю, что даже вы своими комментами что-то будете подтверждать, что-то опровергать. Но в большинстве случаев это все-таки так. Потому что когда женщина беременна девочкой, количество женских гормонов в ее организме намного выше. Соответственно, она себя ведет тоже как супердевочка. Даже не супердевочка, а супердевочка перед менструальным состоянием, когда все не так, все плохо, все раздражают, голова болит, ты не хочешь никакого секса, и вообще оставьте меня в покое. Единственное желание, которое есть, это чтобы тебя чаще хвалили, обнимали и говорили, какая ты прекрасна. Вот это как бы вкратце описано состояние, когда ты беременна девочками. Вспоминая 2009 год, тогда я ждала первую соломею, это была первая беременность, я вообще не понимала, что со мной происходит, правда. Жуткие головные боли, токсикозы, тебя раздражают запахи, тебя раздражают все, и вообще желательно закройте двери, и не надо тут вообще, как у меня воздух галышется, когда вы тут ходите. Мне все раздражали, я очень терпела, но раздражали меня все. Такая же ситуация, но, наверное, в удвоенной силе была, когда я ждала Мирослава. Возможно, потому что она не просто девочка, а супер девочка, и уже с какой-то своей супер женственности, в своих там 4,5, почти 5 лет. Но так эмоционально, как во время третьей беременности, меня никогда в жизни не штормило. Мне казалось, что я эту всю беременность просто проплакала. Часто вспоминаю, да, ну, возможно, были какие-то маленькие причины этому, но не так сильно горевать, как я горевала. Мне было все плохо. Я плакала, потому что я забывала сдать анализ, например, там, доктор говорит мне, пойди помочись в баночку. А я пока доходила к двери, я об этом забывала. Приходила в кабинет к доктору и рыдала. Говорила, боже мой, как можно жить со мной с такой, которая вообще забывает все. Все забывает, я даже забыла вот этих, пока проходила в коридоре, я все забыла, что вы у меня сказали. Ну вот, и я рыдала, и рыдала, и слезы вызывало абсолютно все. И мне казалось, что меня никто не любит, и жизнь печалька. И вообще, ну вот, надо что-то с этим делать, потому что так жить дальше нельзя. Все было плохо. С мальчиками, ну, возможно, первые какие-то там триместры, первых там, ну, пусть 6 недель каких-то, ну, пусть, ладно, чуть-чуть больше у кого-то. У вас будут какие-то признаки токсикозы. Потом это все проходит, у вас куча энергии, вас прет, все хорошо, можно работать, можно не уходить в декрет, можно решать какие-то задачи, начинать новый бизнес. Энергии очень много. Есть, конечно, физическая усталость уже в конце, это понятно, потому что плюс там у кого-то 12, 14, у кого-то больше килограмм. И это все, ну, я понимаю, но эмоциональное состояние, оно совсем другое. С мальчиками, честно, беременность протекает намного легче. Роды, ну, не могу сказать, что там как-то отличаются, но от беременности. Если вдруг ваша жена беременна девочка, и она удовлетворяется тем, что вы ее обняли, и она сразу же уснула, оставьте ее в покое. Не надо ее обвинять в том, что вот ты такая, как только забеременела, ты сразу там не хочешь секса, как ты можешь, ты мне отказала. Слушайте, ей тяжело, ей эмоционально тяжело. И поймите ее, пожалуйста, если вы будете к ней, ну, вот как к супердевочке относиться, которая там в предминструальном состоянии, и ей нужно гипервнимание, очень много внимания, тогда она тоже вам будет отвечать лаской, но когда вы будете в чем-то обвинять свою беременную жену, беременную своей будущей дочери, ей будет очень плохо, правда. Поэтому это просто разное гормональное состояние организма. Будучи беременной мальчиками, я чувствовала, наоборот, такие приливы и желания, что я могла сидеть и думать, где этот Андрей, ну, когда он приедет, ну, как же мне он надо. Да, ну, вот совсем другие состояния, эмоциональные. И мне кажется, что Андрей вот сейчас, он это понимает, и столько, сколько терпения у него есть сейчас, я даже не понимаю, откуда. Я бы никогда не подумала 3-4 года назад, что Андрей будет так терпеливо относиться, потому что вот сейчас мне уже тяжело, сейчас я могу там проснуться, разбудить его в 3 ночи, поговорить часок до 4, потом сказать, ну, ладно, ты тут засыпай как-то с кем-то. из детей. А я, наверное, пошла вниз. Андрей говорит, что ты будешь там делать? Говорит, я не знаю. Сегодня, например, ночью я поставила в 4 часа утра запекаться яблоки, а потом благополучно через 20 минут уснула, яблоки сгорели. Зато я поспала еще часок. И это все воспринимается с улыбкой Андреем. Он говорит, ничего, яблоки-то сгорели. Я говорю, ты знаешь, у меня насморк, я даже не почувствовала какого-то неприятного запаха. Говорит, ну, ладно, сгорели и сгорели. И эмоциональное состояние вашей жены, оно объяснимо. Поэтому больше терпения, если жена беременна девочкой. И, не знаю, пользуйтесь ее состоянием, когда она беременна мальчиками. Это все субъективно, но это факт. Много мужчин говорят, ну, слушай, ну что ты придуриваешься, ну что ты с этой беременности носишься. Да, часто она проходит легко. И у меня так было, например, вот еще буквально месяц назад. Сейчас тяжело. Но есть женщины, которые вот так же тяжело проходят, например, всю беременность. И мужчинам не понять, но если вам очень хочется, то вы, например, чтобы прочувствовать первый триместр, можете, конечно... Что такое сделать? Вам, наверное, нужно съесть какую-то не очень свежую рыбу, запить это молоком или еще какую-то гадость. Вот так, чтобы с вас просто все и там выходило, и здесь выходило, и вас тошнило от любых запахов. Чтобы просто вот проснулся и сразу блевать. Сел сразу блевать, увидел еду и сразу блевать. Вот это состояние первого триместра, когда все плохо, все болит, и постоянно хочется блевать. И страшная слабость. Это как будто ты утром просыпаешься, специально пьешь снотворное, и пытаешься целый день ходить и работать. Ну вот, глаза слипаются, потому что ты уставший, у тебя вообще нету сил, но тебе нужно ходить на работу, потому что вообще еще никто не понимает, что ты беременная, да и, в принципе, рассказывать сильно еще не хочется, что ты беременная. Но состояние, вот именно тогда нужно женщине уступать место, чтобы она осадилась, потому что она готова уснуть от нового своего состояния в этом первом триместре. Второй триместр. Если вам сильно хочется прочувствовать, как чувствует себя жена, ваша жена на втором триместре, этот период, когда начинает болеть сильно, уже болит достаточно сильно грудь, она раньше начинает болеть, соски болят, тебе неудобно спать, оно все трет. Ну вот, если вы бегаете марафон, состояние, когда майка в жару натирает вам соски до крови, и вам неудобно ходить, это вот то наше состояние классное, приятное во время второго триместра беременности, когда тебе даже неудобно спать без белья, и ты просто, ну, ты его одеваешь, это спортивное белье, потому что оно тебе облегчает боль. А муж такой, типа, ты что, в белье будешь спать со мной? Да, потому что больно, и ты ищешь себе какую-то защиту, и вообще, ну, вот, как бы, это немножко как-то помогает тебе, поэтому не надо злиться на жену, лучше купить ей красивое белье для беременных, и пусть она с вами красивая, спит в этом белье, и думает, какой же мне хороший, заботливый муж. Что еще во втором триместре? Он, в принципе, самый легкий, самый комфортный, но есть вот эти моменты, у кого-то начинает там вес расти. Кстати, на втором триместре можете себе по две привязать эти утяжелители на ноги, где-то по два килограмма, и сюда где-то можно так килограмм, наверное, наверное, шесть. Ну, ладно, четыре сюда, и два на каждую ногу, и походите так день. Уже тяжело, ну, правда. А третий триместр, буквально два дня назад, я оделась. Сейчас, вот сейчас я спущусь вниз, я настроилась, что мне нужно спуститься вниз, на втором этаже на первом, я спустилась вниз. Мне нужно выйти из дома. Я смотрю, стоят мои кроссовки, и Андрея кроссовки 43-го размера. Я понимаю, что если мне одевать свои кроссовки, то мне нужно наклониться, чтобы завязать шнурки. Андрея, кроссовки не надо наклоняться. Я могу просто туда вставить ногу и пойти, и мне уже все равно, что они 43-го размера, потому что у меня 38-я неделя, и мне уже все, все равно, правда. Ты уже на 38-й неделе, ты уже как-то даже наряды не подбираешь. Это такой период ждуна, когда ты готов родить уже сегодня, но чувство страха тебя немножко останавливает, потому что я-то уже помню, что никаких оргазмических родов не бывает. Это все, конечно, проходит, это все физиологическая боль, которую можно пережить, но я не знаю ни одну женщину, которая получала бы физическое удовольствие от этого процесса. Это процесс, который тяжелый как для мамы, так и для ребенка, и поэтому нужно стараться им двум. А вам, папам, нужно своих жен поддерживать и понимать. Поэтому, если вы будете прикладывать максимально усилий, слушать свою жену, спрашивать, как-то ей, ну, хотя бы немножко, если у нее болят ноги, спросите, можете массаж сделать, воды принести, еще что-то, поухаживайте за ней. Она, правда, она никогда не будет играть в больную, если ей неплохо. Есть категория жен, но я надеюсь, что вы в здравом уме, и вам в этой жизни повезло, и вы не живете с актрисой, которая будет играться с вами всю жизнь. Вы живете с любящей, хорошей женой, и она будет всегда чувствовать ваше внимание. Все, я очень хочу родить до следующей среды. Я устала писать про беременность в видео. Я думаю, что вы уже тоже устали от этой беременности, и пора уже переходить на какую-то другую активность. Знаете, какое у меня сейчас любимое занятие? Лежать на этом диване и смотреть спортивные разные видео, какие-то упражнения. Мне кажется, что я, когда смотрю на это видео, я тоже начинаю как-то чувствовать свои мышцы, потому что последних недели две у меня желание почувствовать гриппатуру в своем теле и тонус в своем теле, потому что пока оно лежит и ждет того самого момента, когда можно будет обнять и поцеловать своего маленького, и подумать, ну вот, фух, наконец-то мы это сделали. Все, всех целую, пишите, комментарии, потому что мне интересен тоже ваш опыт. Были ли у вас такие ощущения, как у меня, насчет того, что беременность с девочками, она более чувствительная, эмоциональная, а беременность с мальчиками, она более наполненная энергией и желаниями что-то изменить и просто сделать мир лучше. То, как говорит Андрей Анистрат. Все, лайки, репосты, это мы все любим. Пока! На мне жарко и я хочу спать.